Окончено расследование уголовного дела в отношении 26 наркодельцов. Им инкриминируется производство и сбыт наркотиков. Нелегальная лаборатория была организована в Ивановской области. Изготовленные запрещенные вещества продавались с помощью тайников-закладок. Их доставляли курьеры в Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Брянскую, Липецкую, Тверскую и Костромскую области. Местными дилерами они распространялись в розницу по заказам через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. Функциональные территориально обособленные структурные подразделения выполняли свои функции в бесконтактном режиме. Организаторы руководили участниками сообщества удаленной с помощью телефонной связи и мессенджеров. В процессе расследования проведено более 300 судебных экспертиз, допрошены 200 свидетелей. Из незаконного оборота изъято более 240 килограммов наркотических средств, а также большое количество лабораторного оборудования. Задержаны подозреваемые в содействии телефонным мошенникам, которые находились за рубежом. Предварительно установлено, что злоумышленники через сервисы доставки получили из столичного региона несколько сим-боксов. Эти устройства обеспечивают пропуск трафика телефонных звонков из иностранных государств на территорию нашей страны с заменой номера на российский. Подозреваемые установили оборудование в квартирах, обслуживали его, регулярно меняли заблокированные сим-карты на новые. При обыске изъято более 5,5 тысяч электронных модулей. С самых первых дней весеннего половодия сотрудники полиции патрулируют затопленные территории в круглосуточном режиме. Мобильные наряды обеспечивают безопасность проведения противопаводковых мероприятий, а также проверяют сохранность имущества. Полицейские используют тепловизоры и приборы ночного видения. В ходе рейдов стражи порядка обращают внимание на граждан, которые находятся в затопленных районах. Их проверяют и выясняют причины нахождения на охваченной водой территориях. Полицейские пресекли деятельность майнинговых ферм. Их работа обеспечивалась за счет незаконного подключения к электросетям. Аномальную нагрузку обнаружили в ряде территорий Новосибирска и области. Установлено, что там располагались фермы для майнинга криптовалюты. В ходе проверки был задержан 35-летний мужчина, который являлся владельцем этих комплексов. Чтобы не платить за электроэнергию, потребляемую специальной техникой, он обратился к жителю Новосибирской области. Занимающий должность в одном из профильных учреждений, фигурант за денежное вознаграждение воспользовался служебным положением и организовал подключение оборудования к высоковольтным линиям электропередач. Изъято около 5000 единиц различного оборудования. По предварительным оценкам, ущерб составил более 190 миллионов рублей. Полицейские вернули похищенный велосипед мальчику. Преступление было совершено днем на спортивной площадке. 9-летний ребенок катался на своем новеньком двухколесном транспорте, который только что подарила мама. К нему подошел незнакомец и попросил прокатиться. Когда ребенок понял, что злоумышленник пытается скрыться, он догнал его и попросил вернуть велосипед. Мужчина ударил его в живот и уехал. В полицию обратилась мама мальчика. Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и в течение двух дней подозреваемый был задержан. Велосипед вернули. Спасибо огромное сотрудникам полиции за то, что нашли вора и вернули мне велосипед. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова